Поучаствовать в таком турнире изъявили желание три команды. Восход из Кемерово, Промышленновский Темп и Наш Ленинский Нецкий Шахтер. Игры проходили по упрощенным правилам, в три периода по 20 минут без удалений. За нарушение правил сразу назначались булиты. Первыми на лед вышли клубы Темп и Шахтер. Горняки с первых минут взяли бразды правления игры в свои руки. И вопрос о победителе был снят практически уже в первые 20 минутки. Результат первой и третьей матча 7-1, а общий итог 13-2 в пользу горняков. Во второй игре турнира между командами «Восход» и «Темп» голов зрители увидели поменьше. Более мастеровитые хоккеисты из Кемерово уверенно победили 8-2. Ну а самой важной и решающей стала, конечно, последняя встреча турнира. Сошлись два победителя предыдущих матчей – Ленинск-Кузнецкий Шахтер и «Восход» из областного центра. Долго зрителям скучать не пришлось. Уже на третьей минуте за подножку арбитры матча назначили булит в ворота кемеровчан, и Алексей Чикалев смог переиграть колокипера противника. А в середине периода на десятой минуте нарушают правила уже хозяева площадки, за что следует такое же наказание. И Эдуард Даниленко также точен в исполнении штрафного броска. А на одиннадцатый Шахтер снова выходит вперед. Возможно, гол и спорный, но судьи его засчитали. И авторство на него оформил Андрей Юрин. Через еще три минуты и опять же после булита в исполнении Алексея Мягких счет становится 3-1 в пользу горняков. А вот потом дважды радуются забитым голам с игры уже наши соперники. Сначала на шестнадцатой минуте сокращает разрыв в счете капитан Восхода Владимир Воробьев. А через минуту удача улыбается еще одному хоккеисту в темной форме Даниленко. Гости могли выйти и вперед, реализуя очередной булит Николай Ермушин. Но переиграть Вячеслава Горяйного вратаря нашей команды он не смог. А на последних секундах периода маленький хоккейный шедевр совершил четверка «Шахтера» Алексей Мягких. Второй и третий периоды завершались с одинаковым равным счетом 2-2. Наиболее напряженным получилась последняя треть матча. Эмоции порой перехлестывали, и судьям приходилось то и дело назначать штрафные броски. За восемь минут до конца Юрий Левашенко делает счет равным 7-7. И все-таки точка была поставлена Леинск-Кузинчанами. И вновь после булита. Вот такая тяжелая победа 8-7 и главный приз в руках капитана «Шахтера» Сергея Михалкина.